Дом 2 Новый участник А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют Дом 2 Зимовка Любовь против холода На ТНТ Здравствуйте, я Ксения Бородина И это телепроект Дом 2 Где одинокие сердца ищут друг друга Вчера Маша и Валентин ездили на свидание Которое затянулось до позднего вечера Но по возвращении их ждал сюрприз Степа решил уступить им свой пятизвездочный домик Так что сегодня у нашей новой пары новоселье Кроме того, мы продолжим розыгрыш приза декабря На данный момент из борьбы выбыли 6 участников Сегодня мы выясним имена еще двух Кому приз точно не достанется Наступил 232 день нашей телестройки Маша поехала на свое первое свидание с Валентином Он подарил свои первые цветы на проекте И признался в своих чувствах Маше А в это время ребята в лагере решали Какую влюбленную пару заселить в отдельный домик Настю и Андрея или Валентина и Машу Всем захотелось сделать сюрприз именно отсутствующим И проголосовали за вселение Маши и Валентина В домик Степы и Алены Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не страшно мою задницу, моя задница неприкосновенная. Ой, привет, Талька. Привет, Талька. Люб. Да. Есть несколько тем, которые я хотел бы с тобой обсудить. Я хотел бы пригласить тебя на свидание и поговорить. И мы с тобой, как звезды, будем ездить смотреть на звезды. Это где? Поедем. А сейчас все увидишь. Поехали. О-о-о. Давай. Мы будем кататься в лимузине, в котором на потолке горят звезды. Как в полунице. Слушай, давай. Миша решили закадрить Любу. Что же у него получится? Звёздочки горят на лбу, звёздочки горят на щеках. Получится ли у Миши закадрить Любу? Не поверите, цель совершенно другая. Конечно же, мы сразу и подумали, что цель просто пока. Конечно же не кадрить. Ой, господи. А что мы вообще думаем? Покататься на лимузине, это просто так. Конечно же. Переезжаем мы сегодня. Мы еще не заселялись. Почему? Будет официальное население. А что там переезжать? Я только дубочку вытряхнула, а так это занес и все. А мы же с тобой будем рядом спать, Маша. Вдруг он нечаянно всунет. Да, через проход. Какой проход? Смотри-ка, а. Какой проход? Там кровать соединена. Это мы сейчас рассоединяем. Не надо их рассоединять. Валя, что это дела? До пятницы мы там не доедем живем. Вы шумите. Человека Валя. Все все поломало. Почему до пятницы мы там не живем? Не доживем. Почему не доживем? И что будет? А то. Три дня, что ли? Она намекает на то, что до мужского голосования не доживем? С такими раскладами? И до сегодняшнего вечера ночи не доживем. Маше все равно ему дали иммунитет. Если что, его к рукам быстро приедут. А я выеду. А я вот с ним я заеду и ночью выеду оттуда, манечка. Будешь сам долго крутить. Его беру. Молодец, башка. Понятно? Нет. Будешь знать, как воображать. Нет, я не понимаю. Не воображай, Маша. Любаша заглядывается на него? Да. Попкой крутит возле него? Крутит попкой. А что? Только попробуй кровать рассоединить. Да, ты что слышишь? Будешь на полу спать. Я не буду спать вместе с тобой. Почему? Потому что я знаю, вообще, три дня. Что ты вообще? Удачи вам все здесь. Настя, пошли курсы пить. По заднице получишь, когда приедет. Пойдем. Стас, по заднице получишь, когда Люба приедет. Я надеюсь, вы приедете, будете намного ближе. Ну-ка, расскажите. А, че, ну, я не пришел. Ходите, ходите, ходите. Че, хомите, непонятно. У тебя девушка бояться, ты тоже с ней будешь. Ходить, 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 ходить. Я его положу, я просто сбил. Нормально, Сахар? Угу. Да? Спасибо, Люка. Ты тоже будешь с ней ходить, сидеть, ходить? Ну, да. День, ты же сам ложишься скупать, да? Да, ты хочешь сняться. А то, я, правда, четыре часа нахожусь и не общаюсь, да? Нет. Есть, когда появляется любимый человек, хочется, чтобы никто не мешал, чтобы где-нибудь у Дениса посидеть, пообниматься. Так что, я вас упомянула. Да, вы же в парах, вы все умные такие. В смысле, умные такие? Нет, так. Мобичка. Мобильничек. Прямо, что мне огрызаться? Огрызаться, что? Огрызаться, вообще, он просто его, не знаю, подошел. А что я тебе сейчас сказала, я не слушаю? Конечно же, вы же все крутые, вы же все в парах. А мне есть. А ты что это знаешь? Вообще его не узнаю. Раньше он как бы он повернулся, мы разговаривали, все обсуждали. Он сейчас на меня не смотрит. Не общается. Ну, знаешь, почему я так думала? Потому что, когда произошло вот это возвращение к Ромкина, чтобы помирились, ты ему не подошла и не сказала, что не объяснила ему. Я ему объясняла. Потому что они здесь. И он из-за этого может держать на тебя обиду. У меня не хочется терять друга такого. А ты его не потеряешь, просто он сейчас... Его тоже можно понять. У него ушел так. Проблема. Во-вторых, он тоже нервничает, что все в парах, там действительно, это же не просто так слабо, что все в парах, он один, он тоже нервничает из-за этого. А с этого концов, я не хотел, чтобы ты возвращался в Кроме. Ну, вот это все вместе, и получается постоянное... Понятно. Подожди, немножко все изменится. Он все равно тебя любит, и считает тебя самым, там, самым-самым трудом. Ну что, Люб, я тебя пригласил сегодня на свидание. Да. Кататься вот на этой замечательной, красивой машине. Да. Чтобы мы с тобой, как звезды, как звезды, поговорили все-таки о земных делах. Да. Очень мне хочется узнать некоторые вещи, которые ты думаешь, относительно некоторых людей, относительно меня. И я надеюсь, что наш с тобой разговор будет хороший. Спасибо. Хорошо. Да. Да. В общем, я в последнее время стала замечать, что мне кажется, что ты на меня зал. Интересно, почему я на тебя зал? Просто я все прекрасно понимаю, что... Ну... Можно ты мне сейчас хочешь об этом говорить? Что? Почему мне не сейчас? Потому что. Сколько уже времени-то прошло? Нужно было раньше мне подойти? Нет, надо было через год подойти. Я просто... Ну, я не знала, во-первых, как и что я тебе скажу. Просто, понимаешь, мне неприятно то, что я вспомнила, как мы раньше общались. Оль, я не маленький, я все прекрасно понимаю. И для себя я давно уже все решил. Просто я хочу тебе сказать, что в любом случае, как бы, все не получилось, несмотря... Оля, не надо вот этого, не надо пафоса. Я все понимаю. Я знаю, что ты такой человек, что в любом случае мы останемся в любом случае. И даже я так же. Мы друг себя это понимаем. Что ты проешь? Ты говоришь, как будто я вообще на тебя забил там и хочу с тобой раздавать, не хочу с тобой вообще разговаривать, палки в колеса ставить. Да? Нет, ты не такой человек, я знаю. Нет, ты же меня знаешь вообще-то. Я не знаю, когда... У меня хочется нормально с тобой поговорить. Не так, чтобы... Я хочу, чтобы ты вот этот вот... Потому что камера смотрит сейчас вот эти все. Просто нормально сесть с тобой говорит. Ну, когда ты захочешь с тобой поговорить, я надеюсь, ты подойдешь к тебе? Обязательно. Я надеюсь, когда я к тебе подойду, ты не увидишь. Ладно. Ладно. Точно? Точно. Ну что, Люба, вот мы с тобой наконец выехали на очередное, не повредя этого слова, свидание. Хотел я в первую очередь узнать, что смотри, завтра предварительное голосование, а послезавтра мужское голосование. Да. Мне сейчас в первую очередь очень интересно, насколько сильно твое желание, так скажем, если оно есть, того, чтобы я остался на проекте. И если это произойдет, то каковы перспективы наших с тобой отношений? Миш, не в обиду, да, тебе сказано, мы с тобой уже разговаривали на эту тему, что между нами ничего не может быть. Ну да. Я понимаю, что у тебя симпатика, у меня очень сильно больше есть это. Но я уже разговаривала с многими людьми, и когда парень уделяет мне слишком много внимания, пытается как-то побольше, мне наоборот это отталкивает человека. Поэтому в последнее время я стала не то, что не замечать тебя, но мало уделять тебе времени, с тобой мало разговаривать. Поэтому прими это себе внимание. Сейчас я начала напоздать Настаса. Потому что я люблю так делать, а у тебя нет у меня уже никого, не на чем-то. У меня руки упали. Слушай, ну теперь он обижается. На что? Ну он не может меня понять, понимаешь? Маш, не надо просто это ты прям вообще сильный. Как будто бы он в этом виноват, чтобы ездить, чтобы въезжать. Он же не виноват, правильно? Сделали так. А что я... проще? Я... Он тоже так же может быть в шоке, но он это не показывает. Дом 2. Восемь одиноких девушек и семь одиноких парней строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Зимовка. Любовь против холода. На ТНТ. Сегодня мы с вами собираемся на этом месте, чтобы определить претендента на пресс месяца декабря. Новогодним призом станет счет в банке на 15 тысяч долларов с золотой пластиковой картой. У нас уже выбыли, да? Оля, поскольку я знаю, Миша, Миша нету, Валя, Люба, Саша Нелидов и Андрей. Алена у нас голосует так же, как Степа, да, Степа? То есть ты голосуешь за Алену, правильно? Хорошо. Вот. Ну, давай с тебе начнем, Степа. Я голосую против Стаса. Ну, вы можете, наверное, на себя? Хорошо. Значит, получается два голоса, да? Значит, ты и Алена голосуйте против Стаса и против Насти. Извините, Алена против меня не проголосовала, он врет. Спасибо. Наташа. Я голосую сегодня против Стаса. Что, не надо было, надо было перед голосом, да? И против Роман Третьякова. Саша Нелидов. Я голосую против Дашко, который мне не сделал коробку исполнения желаний, за что может не получить машинку швейную. И против Мая, который не любит деньги, потому что зачем ему деньги? Он и так счастлив. Так, Андрей. Я голосую против Стаса. Угу. Меня оголосовало. Так, против Стаса и... Против Романа. Против Романа. Хорошо. Так, у тебя сейчас есть повод отомстить им всем. Так что давай, Настя. Я голосую против Марии Петровской из Таганрога. И я хочу, чтобы вылетел Стас, так как у него уже есть машина, и у нас голоса сейчас одинаковые, поэтому я кидаю свой голос на него. Против Стаса и против Марии Петровской. Хорошо. Спасибо. Рома. Станислав Каримов на соседе. Чтобы уравнять силы. Да, да. Оля. Я голосую против Настя и против Наташи. Хорошо, понятно. Маша. Я голосую против Стаса. Хватил машину. Ну вот иди, 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 иди. Иди, иди, иди. Иди, 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 иди. О, солнце. Как хорошо, что Маша сидит слева от меня, и она не хочет претендовать на сегодняшний приз, поэтому Мария Петровская и Стасик со своей машиной. Так, Май. Жалко, что против Нелидова нельзя голосовать. Боже. Против Петровской и против Стаса. Так, Валя. Стас Каримов и Наташа Павлова. Наташа Павлова, да, хорошо. Стас. Я думаю, как голос решающий. Я голосую против Насти и Наташи. Ну что ж, ребят, у Наташи... Миша и Люба, которые уехали, тем не менее оставили мне свои голоса. Поэтому сейчас я могу сказать, что Миша голосует против Стаса и Алены, а Люба против Ромы и Стаса. Таким образом, большинство голосов в борьбу за приз месяца бывают Стас и Настя! Знаешь, мне кажется, все-таки, что в глубине души Настя до сих пор подражает любить. Но про тебя она ничего не говорит. Она пытается как бы тебя не то, что унизить в моих глазах, а потому, чтобы ей было, мне кажется, все равно с какой-то стороны не то, что неприятно. Потому что, когда вот я пришла, ты обратила на меня внимание, я бросила. Вот это, мне кажется, она все равно как-то цепляется за тебя. Ага. Интересно, потому что Настя как-то странным очень образом стала проявлять свое внимание ко мне. Вроде бы, с одной стороны, где-то и подкалывает, но тут же есть еще и какие-то серьезные... А ты бы не хотел вернуть отношения свои с ней? Ты знаешь, я сейчас начинаю понимать, что мы реально друг другу давали те самые эмоции, которые, в общем-то, и хотели получить. Это было на 100% совпадение эмоциональный уровень каждого человека из нас. Ты знаешь, я себя проймал на мысль еще вчера, что я, в принципе, не против был. Ну, смотри, дерзай. Попробуем. Тебе там же удачи со Стасиковой. Добрый день! Ну, что ж, тихо. Сегодня Миша увел нашу Любочку на свидание. Вот, у них какие-то там шуры-муры, что-то там не ладно. Ну, ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Значит, Манюня и Валя остаются со мной в доме готовить солнышко. Ну, а все за тобой на стройку! Давайте, отправляйтесь, ребята. Я блондинка! Да! Я блондинка! Мужчину нужно слушаться, Маша. Да что вы! Да. А женщину? Женщину нужно лелеять и холить. Давайте! Давайте! Правильно? Так, хольте, лелеете, вы же ничего не знаете, правильно грязную работу все выполняет? То есть, да-да. Что за фигня? Я сейчас... Не выключай воздух. А? Не выключай воздух. Что ты говоришь, грязная работа? Ты грязную работу я не видела, Маня. А что потом грязная работа? Грязная работа это когда тяпкой или ломом рельсы выковыливают Ох, извините уже. Женщины в российских глубинках. Это уже запущенный случай. Ну почему запущенный случай? Потому что тем не менее они приходят домой еще умудряются как-то. Мужу приготовить. Так что, давай такую же женщину делать? Такую-женщину? Такую. Такую-такую? Не обязательно спал он клач. Трудолюбивая баба должна быть. Тупо поднимаем, тупо берем. Тупо. Вот только попробуй не взять тупо. Тупо взять кирпич в руки и передать ближнему своему. А лучше постарайтесь мальчик-девочка. Вот люби ближнего своему и передай ему кирпич. Перекинь ему кирпич. Тупо. Вот если не тупо, Бузова, я в тебя разочаруюсь. Давай. А ты едешь. Я в шланг. Давай, ты едешь. Вот так и стоит. Давай, ты едешь. Оп, лот. О, ты он все долго ждал. Да что ты так кидаешь? Как кидать? Как кидать? Не понял я. Ты кидаешь, он вот так аж летит. Я его с трудом ловлю. Ну-ка, на-ка, поймай-ка. Сложно-крученный мяч. Вот. Сложно-крученный мяч. Что это случилось? В голову я ему попал. Немного. Сложно-крученный мяч. Сложно-крученный мяч. А он зависит от тем, что надо на весло выдумать. Не знаю. Вань, долго еще готовить-то? Ну да, еще. Только начинаю. Слушай, так есть хочется вообще. Ну как же долго это все тянется, а? Могу предложить тебе супчик. Моментального приготовления. Есть хочется. А кто сегодня готовит взамен? Маша и Валентина. Это вообще ужасно. Не, Валя, ты неплохо готовит. Мне кажется, может, собралась и пошла на вес. Давай что-нибудь готовить. Все могут только яйца творить. Серьезно? Вообще ж, блин. Вообще. Она просто ленится. Очень сильно. Очень сильно. Она такая ленивая вообще. Не только по поводу готовки. По поводу всего. Интересно, а в сексе она тоже ленивая? Нет. Думаю, что она там нормальненькая. Это единственный област для... Я самореализована. Трудоколик в этой области. Скоро мужское голосование, да? У тебя есть уже иммунитет, так как вы селились в домике. Ты за тебя можешь не бояться. Как ты думаешь, если у тебя иммунитет, да? Угу. То кто? Я думаю, Миша. Миша? Потому что Мишину время пришло. То есть он был интересен поначалу чем-то. Какими-то своими. Он встречался с Машей, бросил ее с Настей. Сейчас он пытается вот последние шаги, последние вдохи. Сегодня он поехал там с Любой на себя. Да, да. Вот как раз иначе. Я знаю, что он ей не нравится. Любе. Я спрашивала, почему ты едешь с ним? Она мне не ответила. Видимо, ей захотелось развеяться. И может быть попытаться все-таки что-то построить. На этом не получится. Они не подходят друг другу абсолютно. Но Миша, я считаю, что не с кем уже здесь. То есть он себя исчерпал, да? Все, он себя исчерпал полностью. То есть все, что он мог, он уже всем показал. И чему-то он простил. Я считаю, что это не только мое мнение. Это мнение общественности. Как бы с этим Мишей, фак, он мне не нравится. Я не вижу в нем. И опять останется. Ну, у тебя, по крайней мере, было в нем очень хорошее мнение. Ты его защищала. Я сразу, мне он сразу не нравился. Ну, поначалу, да. Как он обманывал Машу, как он потом обманывал Настю. Не, ну сейчас смотри. Во-первых, оскорбление женщины. Очень некрасиво. Да, очень некрасиво. А ты его защищал сработала. Ругань. Ругань. Ну, он очень некрасивый, Сибирь, Мишка. Никто себе тут не позволял нам на проекте девушку материть, оскорблять. Причем публично. Никто. Не из один из молодых людей. Это очень некрасиво. Вчера много людей, много участников, да, проголосовало за то, чтобы селялась пара Маша и Валя в домик, где живут с телепсаленок. Да, пускай на неделю, но все равно селялась. Мне очень интересно, чем был мотивирован твой, твое желание к этой паре, где ты проголосовала за, потому что тебе симпатична, Маша. Дело в том, что я-то, безусловно, был против этого, так как Валя является у меня конкурентом в мужском национале. И вот этот вот иммунитет, он... Ты боишься иммунитета? Это же не обычный страх. Просто мне не хочется покидать проект. Мишка-то переживает. Заметно. А что переживает? Сама виновата. Ну, вот в плане с Настей затупил он сам. Очень много сделал, всякой гадости было. Но он единственное затупил, дед. Начал териться, оскорблять. Начал унижать. Это очень плохо. Это что он начал кокосы свои подкатывать к этой клюбоньке, которая только пришла. И она хотела нахрапом взять. А вот и тут это... Почувствовал у своей груди рейсу. Открыл, хуй. Это поработать, хуй. Слюбонькая, очень жестоко. Вот прямо чувствовалась вот эта вот энергетика, что он как-так, я, Миша, сразу же... Въезжая на белом коне в ее нефритовую пещеру... И тут... Ага, не въезжается. И тут, хопа. Плева оказалась эластичной. И вытолкнула ее. Не потому, что она его оттолкнула, а... Ну, просто что-то не сложилось. Не задалось. А что, смотри, можно же поделиться? Ну да, но все равно же все понятно. Все понятно? Ну, понятно, во-первых, что слышно, это раз. Во-вторых, все равно же какие-то движения происходят, правильно? Ну, в принципе, можно так по техникам сделать. Да все равно все будет понятно. Дорогие мои, Мария и Валя, я от всей души хочу вас поздравить с заселением в пятизвездочный домик. А по традиции Валентин сейчас должен занести на руках, несмотря на то, что скользко, Валя, я понимаю, тебе будет сложно, вот, ты должен занести. Аккуратнее, петличка. Что тут такое творилось? Мы тут решили после строчки немного полежать. Какой ужас, Маша! Не успеем уже приехать, а вашим домиком нагло пользуются. Вы идите отсюда, какой раз брат! Пошли вон отсюда, быстро, забирай куртку свою, дуленку. Какое нахальство! Алло? Алло? Да? Пися? Да. Привет! Привет. Как дела? Нормально. Нормально? Да. Я, Пюсенька, я очень по тебе соскучился. Я тоже. Ты откуда звонишь? Ну как это откуда? Вот отсюда, в углу сижу, на скамейке. Тут сидит... Знаешь, что я подумала? Что? Ну, я просто уехала, и меня в той неделе, считай, нет. Я сейчас с мамой поговорила, как бы и сама думала. Может, ты кому-нибудь вступишь в домик? Там Настя с Андреем, или Машке с Валей, или Настя с Андреем. Потому что меня все равно недели не будет. Пусть ребята пока поживут. Слушай, я подумаю. Ты хорошо, что об этом сказала? Я, конечно, подумаю об этом. Только ты обязательно подумай. Потому что мне кажется, что все равно ты сможешь дома пока пожить, а ребята, может, там неделю живут в домике. Ты знаешь... Ты все равно один, ты скучаешь, наверное, там в доме... Очень, очень скучаю. Все равно с ребятами... Не так тоскливо без себя. Я вчера и позавчера ходил, как этот... Как, знаешь, как этот... Как этот отрешенный. А Калемкин фотки, мне это убивает. Ты хочешь их снимать? Естественно. Что это за культ? Культ Алены Водонаевой? А мне нравится. Хорошие фотографии. Может, ты солянулась бы поживешь тут? Я даже не знаю, что тебе сказать. Ну, хорош. Ты что-то снимаешь? Что? А ты что, считаешь, я буду жить с ней? Это все равно, что ты пришел в домик, а весят фотографии Миши. Как ты отреагируешь? А почему тут Миша и Алена? Объясни мне. Не, а как это пришел? Какая разница, Миша или как... Вот именно. Как ты не сходишь, где ты видишь? Нет, ну ты бы ехал в домик, давай встаться. Ты везжаешь в домик, и везет фотографии Миши. Кругом. Ну, Миша с тобой встречался, естественно. Нет, как ты отреагируешься. А Алена тебе чем мешает? У нас с ней ничего не было. А у меня с ней конфликт. Че с ней? Какая глупость. Я очень скучаю, Пись, я очень сильно по тебе скучаю. У меня фантазии прямо. Я ночью один так плохо засыпаю без тебя. Я тоже. Я прям лежу, и прям у меня такая картина, где ты лежишь, боленькая. Очень хочу тебя обнять. Прижаться тебе, прямо крепко-крепко тебя обнять. Ну, это все, что ты хочешь, только обнять меня и прижаться ко мне, да? Пись, ну что это такое за упреки опять начинаются? Нет, не только это. Очень хочу тебя обнять, целовать и говорить тебе всякие глупости. Я тоже тебя люблю, Пись. Я уже не просто не могу без тебя. Просто я не могу уже. Пись, ну давай. Только не плачь, слышишь? Я не буду плакать. Я буду дом смотреть. Давай, давай. Давай, ты вот целая. Давай. Пока, ты. Давай, пока. Ты прекрасно понимаешь, что то, что ты сделала сейчас с фотографиями себе, будет большой скандал. И что теперь я не поняла? Пусть катится со своими фотографиями. Вообще, они должны все позабирать, потому что домик наш на неделю, это не их домик, это не их собственность. Он на неделю, не на год. Да, на неделю. На неделю это мой домик, наш домик, твой домик. Ты пойми, если бы она здесь... А не Аленой и не Сёпой. Если бы она сама здесь была бы, она бы пришла бы, все забрала бы. Да. Но ты без её ведома берёшь всё, разрываешь здесь все фотографии и... Я не разрываю, я просто поснимаю. Поснимаю и сложила стопочка, она придёт, может назад всё прозвесить. Даже гвоздики, даже иголочки, на которых они висели, осталось на тех же местах. Я не знаю. А чё ты не знаешь? Давай чё? Я чё, не знаю кто. Подкладываться под неё, чтобы полизать. Ой, Аленочка, мы после неё ничего не трогали? Да, вообще ничего не трогали. И я с твоей патеречкой сдувала пыль, так что? Ты так это всё представляешь? Я считаю, что я права. Поживем, увидим. Здравствуйте. Сейчас будет телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Елизавета, как обычно, а? Просто так, ничего не бывает. Что всё... Так, дубль 10. Ну что, ребятки, Сегодня начнём наш разговор с самого интересного, я думаю, на сегодняшний день. Это свидание Любы и Миши. Хочется очень-очень узнать, как вы съездили, ребят. Так, передайте Михаилу, пожалуйста, микрофон. Куда ездили? О чём разговаривали? Что было? Ну, в общем, несмотря на романтический антураж, наша беседа была достаточно дружеская. Что значит достаточно? Она и была дружеская. А вот, без какой-то там тени, на самом деле, романтики, на самом деле. Так, а почему? Подожди, я сегодня объявила, что вы уехали на романтическое свидание. Мы ездили с совершенно другими целями. С какими, Миша? Для того, чтобы как-то обозначить друг для друга модель поведения на ближайшее будущее и в случае каких-то несостыковок друг другу помогать. Вот и всё. Хорошо, то есть вы друзья, да? Конечно, это было сказано ещё... Миша, подожди, мы всем прекрасно знаем, что как бы у тебя всё-таки есть чувства к любви. Вы понимаете, это чувствами-то называть-то не стоит, потому что это всё, в любом случае, это эмоции, либо серьёзные, либо не очень серьёзные. Миша, подожди, может быть, всё-таки у тебя была надежда, но на романтическом свидании Люба дала тебе до конца? Моя надежда. Надежда умерла, если она и была, но она была, конечно, да. Она умерла ещё в то свидание, когда мы уже чётко решили, что к чему. Я не знаю, почему кто-то вообще думал о какой-то там... Мы даже этого и не планировали, на самом деле. Ладно, Люба, почему же всё-таки друзья? Мне вообще тут очень слабые. Ну, я уже говорила Миша, что он меня не привлекает как молодой человек, только как друг. А кто привлекает? Стас. То есть ты намерена всё-таки... Потому что мы сегодня разговаривали по поводу моего поведения, то, что я хищница, а он... Например, Стас, у меня сейчас жертва, я хищница. А, например, Миша, он уделяет мне много внимания, я этого не очень сильно люблю. Отлично. Значит, всё, больше как бы ты и Миша равно дружба. Равно дружба. Хорошо, сегодня произошло ещё одно очень яркое событие. Это заселение Вали и Маши в пятизвёздочный домик. В домик, где раньше жили Стёпа и Алёна. Так, ребят, к сожалению, вам недолго удалось побыть наедине и вместе, но тем не менее, какой это период, да? Вы там побыли, и я знаю, что когда Маша пришла в дом, она сказала, так страшненько. Маша, что ты там такое увидела, расскажи. Как было в домике, Мань? Вообще, что ты сейчас... Пусть лучше Валя расскажет. Кто с коронны? Валя, Валя расскажет. Ну, что я могу сказать? В домике очень хорошо, только вот Маша уже начала там какие-то нововведения придумывать в домике. Сорвала все фотографии Алёны в Данаеве. Давай так, я не сорвала, я поснимала фотографии, которые везде развешаны Алёны на фотографии. И я их просто поснимала. Она немножко забыла, что у нас после рюкзака. Она придет и развесит. То есть, вы как бы на неделю всего лишь заселились, да? Вы уже точно решили. Я думаю, на неделю. Да. Может быть, меньше. Подожди, Маша, такой ответ нас не устраивает. А еще она сегодня будет двигать кровать. Да, кстати, вот этот вопрос хочется поднять. Все-таки, Маню, скажи, что... Но я ей не помощник в этом. Маша, ты сегодня одна всю ночь будешь... Я надеюсь, ее никто не поддержит среди здесь сидящих людей. Маша, ну все-таки ты решила раздвинуть кровати? Конечно, я раздвину кровати, потому что заселили, конечно, большое вам спасибо. Заселение тоже понравилось. Ага. Вот, но мы не пара пока. Когда я пойму, что я могу сдвинуть, да, для себя пойму, когда я... мы их сдвинем. Хорошо, ребят, а мне интересно узнать ваше мнение, особенно те, кто уже живет в домике. Стоит или не стоит раздвигать кровати? Дело в том, что я очень рада за Машу, это моя школа, заселяться в домик и не объявлять себя парой. Манечка, молодец. У нас не были кровати. У нас не были, потому что мы были знакомы больше двух недель, это во-первых. И мы уже спали на одной кровати, до знакомства. До знакомства? Извини. Хорошо, ребят, это... это ваша тема. Мне сейчас интересует проблему Маши. Раздвигать или не раздвигать кровати? Я считаю, конечно, если Маша чувствует, что надо раздвинуться, а вдруг мало ли что случится ночью. Я, например, за нее волнуюсь. Маша, раздвигай кровати. Оль, ты что думаешь? Я считаю, что Маша взрослая девушка, и если она считает, что кровати нужно раздвинуть, мне кажется, что ее молодой человек не должен сопротивляться. Но я уверена, что, зная Малькин очень прикольный температурный характер, вы знаете, много может произойти в этом домике. Первый домик. Вот. И я уверена, что ребята с пользой проведут время, потому что, во-первых, они будут там вдвоем, наедине. В любой момент вы можете у Дениса уйти в домик, побеседовать, поиграть в карты, рассказать... Хорошо, Оль. И на самом деле, знаешь, что хочется сказать? Ребят, на самом деле, обиднее, совершенно... На самом деле, ребят, я считаю, что намного обиднее, когда тебя выселяют из домика без твоего ведома. А когда тебя заселяют, это как-то приятно. И в домике, когда вы посолитесь, и все говорят, вы знаете, мне кажется, вам нужно проверить ваши чувства, и вообще... Это хуже, да. Спасибо. Солнце. Стоит ли раздвигать кровати или не стоит? Маша девушка серьезная, я так считаю, потому что к ней приезжало много молодых людей, да, и не со всеми, и она там даже отношения-то свои заводила. Вот. Но раз так вот получилось, что с Валентиной мы сразу в домик... Вы завели ее? Да, мы сами завели отношения ваши, ну, без вас, опять же. Вот. Ну, я считаю, что Маша должна делать по чувствам. Если она сказала, что она не чувствует сейчас то, что она должна спать там в одной кровати с человеком, который за четыре дня, то я думаю, что Валентин должен просто понять Машу, да. И, наверное, женская солидарность. Если бы я так себя чувствовала в тот момент, когда заселялся с человеком, я раздвинула бы кровать. И помоги ей, в конце концов, она физически не очень сильна. Так что... Хорошо, спасибо большое. Ребят, я думаю, что у вас все получится. Вы действительно... Вип-домик — это большая возможность узнать поближе друг друга. И я надеюсь, что у вас все получится. Ну что ж, а мы увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект «Дом-2». Построй свою любовь. И засели ее в домик, без ее ведома. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok